А на юге региона прошла сельская олимпиада. Кто в южноуральской глубинке выше, быстрее и сильнее, выясняли в Варне. На 41-х по счету сельских спортивных играх «Золотой колосс». Какой район признали самым спортивным и почему в разгар турнира чиновники взялись за оружие, Яна Тормина расскажет. Столько чиновников с оружием больше нигде не увидишь. Причины массового вооружения, благо спортивные. Первый замглавы Пластовского района к соревнованиям подошел со знанием дела. Пиджак сменил на стрелковую куртку. В сельской олимпиаде Андрей Пестряков участвует уже восьмой год. После работы в тире хотя бы сделать 20-30 выстрелов, чтобы потом нормально выступить. Глава Кизельского района стрелок не такой опытный, зато сознательный. На сельские спортивные игры не зама отправил, а приехал сам. Если поручено самому, значит надо самому делать. А зачем прятаться за замок? И в школе учились, и в армии учились стрелять. Не стреляю, не охотник. 21 район, 2000 спортсменов. В Варнинском районе проходит сельская олимпиада. 41-е спортивные игры для аграриев «Золотой колос». И не скажет, что игры – это сельская атмосфера масштабного спортивного мероприятия. Даже огонь зажгли символически, а значит спортсмены готовятся к старту. Стартовать есть где. К турниру в Варни построили новый спортивный стадион. Такому позавидует и житель мегаполиса. Беговые дорожки, футбольные поля и хоккейная коробка. Здесь было вложено достаточно много средств. Если в целом посмотреть, это порядка 70 миллионов рублей. Без сомнения, с небольшим участием муниципалитета, но в основном это деньги областного бюджета, которые выделял губернатор своим решениям. Кто знает, может быть, здесь, на этих дорожках из стадиона, вырастет свой олимпийский чемпион. В зачет идут 20 видов спорта. Бег, волейбол, самбо, дзюдо, настольный теннис и другие. Вице-губернатор Евгений Редин признается, из всего списка он неравнодушен к футболу. Еще недавно болел за сборную России, теперь за сельских девчонок. Галкипер под 13 номером демонстрирует отличный сейф. Но, увы и ах, это не приносит победы команде из Аргаяшского района. Здесь все серьезно, и радость победы, и слезы поражения. Чтобы успокоить девушек-футболисток, тренеру приходится постараться. Ну бывает в такой спорте, что поделать? Ладно, все домой отдыхать. А вот хозяйки поля, варнинские футболистки празднуют победу. Говорят, проиграть на своем стадионе не имели права. В команду объединились больше 10 лет назад. И в варнии теперь уже никто не сомневается, что женский футбол самый настоящий. Подружками сначала одна пошла, ей понравилось, потом другая, потом все вместе. И так и команда создалась. Потом уже помоложе, помоложе девочек начали подтягивать. Сейчас у нас уже много возрастов, которые отдельно играют. Где-то мы вместе играем. А вот в общем зачете быстрее, выше, сильнее оказались спортсмены из Аргаяшского района. Вторые атлеты из Красноармейки. Третье место у Увельского района. А хозяева соревнований варнинцы замкнули пятерку лучших. Уже известно, что следующими столицами сельских игр в регионе станут Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Красноармейский и Каслинский районы. А значит и там появятся современные стадионы. Яна Тормина, Павел Клементьев, ОТВ.